Друзья, сегодня будет необычный, но думаю очень интересный выпуск. Я расскажу вам реальные истории из моей жизни, в которой трудно поверить. Досмотрите выпуск до конца, будет очень интересно. Этот поединок я помню и по сей день, и мне хочется вернуться в прошлое, и победить этого бразильца. Я там сам был как бы организатор, я уже не выступал в 99-м году. Помню, помню, всех помню, всех ребят. Но подождите. Этому поединку еще только суждено состояться. А предшествовали ему ряд курьезных и интересных событий, которые со мной происходили. Итак, первая история. Закрытый перелом. Раскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся. Гипс. 97-й год. Я борюсь в финале чемпионата России с Михаилом Зверевым. Впервые в своей жизни я становлюсь вторым в России. Вы заметили, что я без футболки. А знаете почему? Потому что я в то время хотел быть похожим на героев боевиков. В 1999 году, мой тренер Виктор Викторович Зайцев, предложил мне выступить на чемпионате мира во Владикавказе. Сейчас Виктору Викторовичу восьмой десяток лет. Но как вы видите, он и в свои годы может дать фору молодым. Нужно было искать средства на поездку. И я пошел искать спонсоров. В одном из учреждений мне сказали. Братан, какой чемпионат мира? Ты на ногах то или стоишь? Вот если победишь нашего охранника, то так и быть дадим мы тебе денег. Вышел огромный, накачанный парень. Взялись мы за руки с ним. Как только прозвучала команда. Раз, два, три. Хоп. Ну что, хоп. Я резким движением дернул его вбок и чуть на себя. Прозвучал хлопок. Будто лопнул воздушный шарик. И его рука упала на стол. Итог перелом руки. Администрация кричит, что нам делать. Я говорю, что-что. В больницу ехать нужно. Так я заработал свои первые сто баксов. По дороге во Владикавказ. Некоторые предлагали мне похмелиться. Так как у меня не четкая дикция и хожу я не как здоровые люди. Думали, что я пьяный. Спрашивая, но что тоже плохо после вчерашнего. На что я отвечал, да. Плохо. Но я не похмелюсь. Что? Третьим будешь? Что? Иди домой! Что? И вот настал час икс. Первый в моей жизни чемпионат мира. Поединок с бразильцем я проиграл. Он был опытнее меня. И поймал мои пальцы, когда я пытался уйти от захвата на связку. Очень обидное поражение. Реабилитироваться мне удалось спустя очень много лет. Лишь в том году мне удалось стать лучшим в мире. Друзья, смотрите на все проблемы с юмором. И идите к своей цели несмотря ни на что. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал. И если вам не сложно, поделитесь у себя на страничке моим видео. Может быть оно поможет кому-то еще добиться своей цели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok